Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 апреля. Память преподобного отца нашего Сильвестра Обнорского. О происхождении и месте рождения преподобного Сильвестра ничего не известно. Известно только, что иноческое пострижение он получил от преподобного Сергия Радонежского. И сначала подвязался в его монастыре. С благословения знаменитого Радонежского подвижника Сильвестр, жаждавший уединения, отправился в дальний северо-восток, на дальний, и остановился на берегах реки Обноры. Тогда здесь были дремучие леса, и поблизости никакого жилья не было. Устроившись себе убогую и тесную келью, преподобный Сильвестр стал подвязаться в полнейшем уединении, перенося всякие нужды, но предавшись неустанной молитве и бдению. Долго никто не знал, что в глухом лесу подвизается отшельник. Но раз один из жителей того края сбился с дороги, и в глухом лесу неожиданно наткнулся на келью пустынника. К изумленному путнику вышел отшельник, одетый в рубище, и, смущенный появлением человека в таком пустынном месте, где никто до того времени он не видал, никого, да и не хотел видеть. Путник сказал преподобному о себе, кто он и как попал сюда. При этом он сообщил, что над местом, где живет отшельник, он издали нередко видал то светлые лучи, то облачный столб. Преподобный прослезился от скорби, что место его уединения стало известным. Путнику просил отшельника сказать, как его зовут, и как он тут живет. Сильвестр рассказал, что он живет тут уже немалое время, питается древесной корой и коренями. Сначала без хлеба он обессиливал от голода, это изнеможение, падал на землю, но потом раз явился ему некий чудный муж, прикоснулся к нему своей рукою, и с тех пор он уже не испытывает бедственного состояния. Случайно открывший пустынника путник вскоре вернулся к нему нарочно, дал хлеба и муки на запас. Достаточно было этой одной встречи, чтобы место жительства и подвиги отшельника стали известными в окрестностях, хотя и не близких селениях. Поселяне стали приходить к подвижнику для душеспасительных бесед и духовных советов, причем приносили ему и пищу. Некоторые решались оставаться при нем для спасительного подвига под его руководством. Видя искреннюю любовь к себе и свободное желание подвига, преподобный Сильвестр не препятствовал строить новые кельи, так что около него собралось немало новых подвижников, и оказалась настоятельной нужда в создании храма Божия. Тогда сам Сильвестр отправился в Москву, и у митрополита Алексия испросил благословение на создание храма, получил антиминс и был поставлен игуменом, возникавший в Обнорском краю первой иноческой обители. Святой Алексий был митрополитом с 1354 по 1378 год. С трудами преподобного и собравшейся около него братьев создан был храм во славу воскресения Христа Спасителя. Теперь еще более стало приходить к Сильвестру, как простых людей, так и князей и бояр. Одни желали видеть преподобного, получить от него благословение и слышать его учительное слово. Другие покаяться в своих согрешениях и получить прощение и утешение. Некоторые с тем, чтобы на всю жизнь посвятить себя иноческому подвигу под руководством опытного подвижника. Отдаваясь неусыпным трудам по устроению монастыря, преподобный Сильвестр пользовался всяким досугом и удобным временем, чтобы уходить из монастыря в лесное уединение для одиночной молитвы и бдения столь желанных и привычных его душе. Но когда он возвращался из такого уединения, его уже ждала около монастыря толпа народа, желавшего видеть его и получить благословение и поучение. Приносили детей и больных, прося его благословения и целительных молитв. И теперь существует около бывшего монастыря роща, часть того леса, в который преподобный удалялся для уединения. Существует и колодец на спуске к реке Обноре, вырытый преподобным Сильвестром над ключом. Так в лесной трущобе возникла деятельная жизнь, представляющая собою соединение труда и бдения, поста и молитвы, телесных скорбей и духовных радостей. Преподобный состарился и впал в предсмертную болезнь. Братья собрались вокруг постели больного в его келье и со слезами выражали свое горе, лишаясь своего руководителя и попечителя и опасаясь за судьбу обители. «Не скорбите о всем, братья мои возлюбленные», говорил им в утешение преподобный Сильвестр. «На все воля Божия сохраняйте заповеди Господни и не бойтесь в этой жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах. Если же я буду иметь дерзновение у Бога и дело мое будет ему угодно, то место это святое не оскудеет и по моем отшествии. Молитесь только Господу Богу и причистой его матери, чтобы избавиться нам от искушения лукавого». Контина преподобного последовала 25 апреля 1379 года на память святого апостола и евангелиста Марка. Тело преподобного погребено было подле Воскресенского деревянного храма с правой стороны. Основанный преподобным Сильвестром монастырь не прекратил свое существование со смертью Создателя. Более 400 лет текла здесь монастырская жизнь, а одни иноки сменяли других, служа просвещению этого глухого края. По смерти преподобного стали совершать чудеса при его гробе. Так что с течением времени преподобного Сильвестра стали чтить как чудотворство в ближних и отдаленных местах. Непрерывных записей таковых чудес не велось в монастыре. Между тем на некоторых древних вещах, сохранившихся до сели в Воскресенском храме, имеются надписи чеканные, шитые и рукописные. О вкладах всех вещей в обитель преподобного Сильвестра. Обнорского чудотворства. Сохранившиеся рукописи содержат запись чудес, начиная с 1645 года. Всего описано 23 чуда. Получали исцеление при раке преподобного бесноватые и страдавшие иступлением ума, болезнью глаз или слепотою, глухотою, расслаблением, немотою. Вот один случай. В 1645 году служивший в обители еромонах по имени Ио приказал собраться монастырским крестьянам и рубить находившуюся подле монастыря рощу под огнище. Крестьяне приступили к делу. Со стороны Ио это распоряжение было греховное. Он самовольно посягнул на рощу преподобного Сильвестра. Прогневавший бога Ио был поражен слепотою и перестал видеть. Через четыре недели Ио всознал свой грех и столкается перед Господом Богом причисто его матери и преподобным Сильвестром и дал обещание не поступать по своей воле, а все делать по совету братьев. Он отправился в церковь, ослужив молебенца слезами молясь о прощении грехов и о возвращении ему зрения. Приложившись к святым иконам, слепой Ио пришел к раке преподобного, облобызал ее с верою и прозрел. После такого чудесного исцеления он возблагодарил Господа Бога и преподобного Сильвестра. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода